Сейчас проходят рейтинги Московской Федерации Танцевального Спорта. Расскажите, пожалуйста, как проходит это важное событие. Повлияло ли как-то решение СТСР, решение президиума СТСР от 22 ноября на проведение этого мероприятия? Ну, к счастью, на внутреннюю работу решение президиума СТСР сейчас не повлияло. Вот, и сегодня, в такой значимый день, День Матери, очень успешно прошли московские рейтинги. Спасибо огромное Танцевально-спортивному клубу «Кристалл». Традиционно массовое мероприятие, 600 пар, за сегодняшний день прошло. Если учесть, что это начинающие классы, так называемый опорный ТЦ-класс, то это говорит о том, что наша работа внутри Москвы идет успешно. Тем не менее, сейчас все обсуждают те решения, которые были приняты. Как вы видите развитие ситуации? Мы президиумом видим развитие ситуации сейчас в достаточно сложном направлении в связи с тем, что не совсем соответствующий устав решения о подкрытии отделения при действующей Московской Федерации, оно не совсем правомерно и законно, и не соответствует целям устава. Поэтому мы сейчас призываем членов Московской Федерации, прежде всего, воздержаться от каких-то собраний, сборов и попыток открыть легализование этого отделения, иначе мы попадем в конфликтную ситуацию. Это фактически создание конфликтной ситуации внутри. И госпожа Саушева озвучивала на президиуме 22-го фактически то заявление, которое получено СТСР от ВДСФ. И надо понимать, что мы ждем завершения этого письма, этого решения. Она достаточно ясно сказала, что ситуация такова, что вероятно. СТСР будет исключено из ВДСФ, и для нас это уже достаточно серьезный вопрос, так как Москва является опорой сборной России и выход на международную арену. Официальные соревнования для нас крайне тоже важны, как и вся внутренняя работа. Поэтому, чтобы не допустить внутреннего конфликта членов Московской Федерации, мы призываем воздержаться от каких-то сейчас собраний, посещений, кроме тех, которые приняты по решению Московской Федерации танцевального спорта. Очень не хотелось бы, чтобы за ту всю долгую, практически 30-летнюю деятельность Московской Федерации, 35 лет, у нас не произошло именно того внутреннего конфликта, из которого потом будет каждому достаточно сложно выходить. Как быть танцором в этой ситуации? Но мы всегда говорили о том, что танцоры – это все-таки представители клубов и своих тренеров, и им надо слушаться, безусловно, только своих тренеров, все равно их задача – танцевать. Но опять я здесь напоминаю, что если произойдет такой раскол и исключение, то танцорам надо, особенно выходящим на международную арену, быть очень внимательны со своими тренерами. Такие решения, они за собой влекут определенные шаги, которые, в общем-то, могут повлиять на положение России на международной арене. При этом не надо наивно полагать, что вот без России никто никуда не денется, и что без России будет это все как бы плохо. Я просто напомню уважаемым нашим коллегам, что очень развит такой вид спорта, как футбол, и в свое время и сейчас все считают, что одни из ведущих клубов в мире – это английские клубы. И когда нужно было полностью исключить, английские клубы из европейских соревнований Лиги Европы, они были исключены на много лет. Не хотелось бы, чтобы у нас произошла такая ситуация. Еще раз поэтому я призываю наших коллег ни в коем случае сейчас не идти ни на какие шаги, которые создают внутренний конфликт. Вы можете способствовать тому, что мы окажемся в сложной ситуации, как госпожа Саушева объявляла и объявляли члены Президиума, о выборе пути России. Мы будем выбирать путь ВДСФ. Это позиция Московской Федерации танцевального спорта, как это было в предыдущие годы. Мы остаемся приверженцами этого направления. Валерий Михайлович, спасибо большое. Ситуация развивается стремительно и будем следить за ней.